Добрый день! Танец. Какому бы танцу научиться? Танец это же прежде всего мироощущение, возможность рассказать с помощью тела о чем поет душа. А чтобы душе и телу удалось эффективно слиться воедино, стоит определиться, какому бы танцу вы хотели научиться. Привлекающий все больше барышень танец живота изначально имел исключительно практическое значение. В древние времена на Востоке девочек учили его исполнять с раннего детства. Все движения этого танца направлены на укрепление мышц живота с единственной целью подготовить внутренние органы девочки к родам. Постепенно этот танец превратился в развлечение и шествует по всему миру. Сегодня в нем уловимы стили, характерные для Греции, Турции, Северной Африки, Индии. Современный танец живота позволяет исправить осанку, научиться свободно владеть каждой мышцей тела, развить пластику рук, сделать их сильнее и обеспечить массаж внутренних органов. Его неоспоримым достоинством является то, что он доступен любой женщине, независимо от возраста, спортивной подготовки и весовой категории. Можно поучиться, например, джазовому танцу. Главное в нем – чувствовать ритм, исследовать малейшему импульсу. Координировать движение и чувствовать при этом полную свободу – важнее всего импровизация. Этот стиль позволяет поддерживать в отличном состоянии практически все мышцы, но он требует хорошей растяжки и выносливости. Любопытно отметить возросший в последнее время интерес к народным танцам. За последнее время появилось множество курсов по фламенко и еще больше желающих посещать эти курсы. Фламенко – это целый пласт, составляющий часть богатой испанской музыкальной культуры. Он объединяет в себе творчество музыканта, певца, танцора. По некоторым версиям, название фламенко произошло от латинского слова «огонь», что вполне отвечает его сути. В этом танце противоречивые движения и жесткая фиксация корпуса, и мягкое покачивание бедрами, и характерные движения рук. Человек как бы старается вбить в землю все, что его терзает. Дроби всегда исполняются на полусогнутых ногах, что позволяет ослабить нагрузку на позвоночник и избежать варикозного расширения вен при дальнейших занятиях танцами. Помимо этого, такое положение тела во время танца позволяет укрепить мышцы, икр, бедер, спины. А руки, которые во фламенко должны нежно порхать, подобно крыльям бабочек, а через секунду вдруг каменно уйти за спину, становятся сильными и пластичными. Так что танцуйте и радуйтесь жизни. Дарите близким только яркие и зажигательные танцы. Редактор субтитров А.Семкин